День защитников Отечества и Вооруженных Сил Активная позиция в Беларуси продолжается досрочное голосование Мы голосуем за Беларусь, голосуем за наше будущее Сколько избирателей уже сделали свой выбор А также полный цикл, качество продукции и значимая экономия Беларусы сократили объем потребления газа, благодаря чему? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко Президент вручил награды защитникам Отечества На традиционной церемонии во Дворце Независимости представители высшего офицерского состава Получили госнаграды и генеральские погоны из рук главнокомандующего Александр Лукашенко высоко ценит вклад каждого в обеспечение национальной безопасности Сегодня, 23 февраля, мы награждаем истинных защитников Отечества за боевые заслуги в мирное время И мирным для нас оно остается, потому что наши воины стоят сегодня на пути реального врага, как преграда Глава государства отметил, перед нами стоит задача не просто защищать Родину В первую очередь для военнослужащих важно достойно воспитать подрастающие поколения Стать примером патриотизма, мужества и доблести 23 февраля поистине всенародный праздник Он несет в себе единение прошлого и настоящего В этот день по всей стране звучат слова благодарности в адрес тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны Кто был и остается примером беззаветного служения Родине в наши дни Борис Музалевский, ветеран Великой Отечественной Человек с непростой судьбой, которой перепелились горе и радость В свои 98 он часто вспоминает ужасы той страшной войны и радуется мирной жизни Сколько вам здесь, Борис Николаевич? Это мне 17 лет 17? Да А какого вы года рождения? Я 1926 года рождения Воевал в составе 2-го Белорусского фронта Участвовал в освобождении Польши, Восточной Пруссии, города Кёнисберга Награжден многочисленными орденами и медалями В мирное время продолжил военную службу Отдав ей в общей сложности 39 лет На заслуженный отдых ушел в звание полковника Выразить слова глубокого почтения и признательности за ратный подвиг Ветерану войны Борису Музалевскому пришел председатель Бобруцкого госполкома Игорь Кисель Конечно, сегодня приятно, отрадно, что 23 февраля праздник мужчин Слава Богу, что живы наши ветераны И такой мужской праздник И эти люди, которые прошли жерла войны Дай Бог им здоровья И отрадно то, что у нас в городе они есть Гости пожелали ветерану крепкого здоровья и долго оставаться в строю Я постараюсь, чтобы к этому времени быть в форме Вот так и приехать на парад Для военнослужащих, представителей общественного объединения Белорусский союз женщин организовали праздничную программу Встреча началась с молебна в храме После солдаты переместились в дом православной культуры Где в домашней обстановке юношам вручили сладкие угощения И порадовали концертом В республике уже не первый год проходит такая акция Мамин пирог Она идет по инициативе нашей республиканской организации Общественного объединения Белорусский союз женщин Конечно, ее подхватили все женщины Буквально во всех регионах И она до такой степени теплая Что вот просто даже хочется Наверное, все время принимать в ней участие И хочется дарить вот этот вот кусочек тепла Тем, кто заслуживает в этот день Совместно с Белорусским союзом женщин Вот провели такое праздничное мероприятие Совершили молебное пение в Георгиевском храме Я благословил их иконой Федора Ушакова В этой иконе есть маленькая частица Той ленточки наградной Которую он когда-то получил еще при своей жизни В День защитника Отечества На площади Победы многолюдно Под звуки оркестра цветы и венки Легли под ножи памятнику танка И братской могиле воинов советской армии Администрация города выразила теплые слова благодарности ветеранам Героям военного периода Которые написали значимую страницу в летописи страны В этом году 80 лет со дня освобождения Беларуси От фашистских захватчиков Наша страна хранит историю И строит будущее суверенного государства Беларуси очень много стояло При советском союзе воинских частей И на следующий день проживает Более двух с половиной тысяч пенсионеров По линии Министерства обороны Это очень важный для города и нужный праздник Он всегда проходит в теплой Такой дружественной обстановке Я думаю, что традиция будет продолжаться Из года в год далее Этот праздник всегда олицетворяет мужество И самоотверженность, достоинство и честь Имеет богатую и славную историю И отмечается в каждой семье Ведь самое ценное в жизни Это мирное небо над головой Спокойствие и благополучие в семьях Никита Швайковский, Виталий Гаврусев Максим Калинин, Бобруйск, 360 Новые разработки, выгодное сотрудничество И положительный имидж В стране пройдет конкурс на лучшую службу Одно окно По каким критериям определят победителя Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре В 2023-м белорусы сократили Объем потребления газа до 17 миллиардов По сравнению с 2022-м уровень снизился на более полутора миллиардов Или чуть менее десяти процентов В первую очередь это связывается с работой БелАЭС Немаловажными факторами стали реализация комплекса энергосберегающих мероприятий И вовлечение местных видов топлива Которое позволяет замещать импортируемые ресурсы В Беларуси будет организован полный цикл изготовления самолетов По информации Госком ВН Прома Проект получит название «Освей» Предусматривается создание новой модели Производство, которое будет осуществляться как в Синеокой, так и в России Первоочередная задача – закупка необходимого оборудования И возведение соответствующих цехов Правительство Беларуси и экваториальной Гвинеи Утвердили соглашение о взаимном признании документов об образовании Соответствующее постановление Совмина Опубликовано на национальном правовом интернет-портале Такое решение – результат договоренности Подписанной в декабре 2023-го в Малаба Около 70% товаров концерна «Белгоспищепром» Поставляется на внутренний рынок Ключевая задача отечественных предприятий – Обеспечение продовольственной безопасности Выпуск качественной продукции для удовлетворения спроса покупателей Представленность во всех ценовых сегментах Положительная динамика в пяти отраслях Импорт сохраняется во всех категориях сладостей В республике пройдет конкурс на лучшую службу «Одно окно» Он направлен на формирование положительного имиджа Повышение профессионализма работников Заинтересованности уполномоченных к руководству деятельностью Эффективности функционирования Указаны две номинации Численность у коллектива до пяти человек и более В эти февральские дни формируем депутатский корпус всех уровней От местных советов до палаты представителей За три дня в досрочном голосовании приняли участие почти 24,5% избирателей В городе на Березине, как и по всей стране, продолжается досрочное голосование По выборам депутатов, национальные собрания и местные советы Бобруйчане голосуют на выборах досрочно по разным причинам Некоторые из-за занятости и невозможности посетить участок непосредственно 25 февраля Другие предпочитают голосовать заранее, чтобы избежать очередей в день выборов Я за мирную Беларусь, за мирное небо Решил проявить гражданскую активность За то, чтобы наша страна развивалась и процветала На участке для голосования номер 27, расположенном в средней школе номер 2 Досрочно решил проголосовать представитель футбольного клуба «Белшина» Глеб Ярош Пришел не один с группой поддержки Мы голосуем за Беларусь, голосуем за наше будущее сегодня Поэтому мы пришли сюда с коллективом футбольного клуба, с футболистами, с трейдерским штабом Чтобы показать свою позицию и сделать свой выбор Досрочное голосование – удобный и важный способ выразить свое мнение и участвовать в выборах Отдать свой голос заранее можно и в субботу, 24 февраля В воскресенье, напомним, участки будут работать с 8 до 20 часов Около двух ночи 26 числа огласят предварительные результаты Но дружелюбная обстановка на участках отдельным не дает покоя Запад так и норовит привнести в жизнь беларуса в раздрай На что только не идут отдельные одурманенные личности Кто кого, покажем прямо сейчас Чем ближе единый день голосования, тем больше шороху со стороны любителей БЧБ тряпок Очередная попытка западных кукловодов очернить Беларусь оказалась безуспешной Правоохранители не дремлют На этот раз марионетки перешли все границы дозволенного Планировали запугать членов избирательных комиссий Но не тут-то было Знакомьтесь, житель города Кировска Диванный воин Юрий Аверков Администратор деструктивного телеграм-канала Активный комментатор Только посмотрите, что он писал в сети интернет За что, кстати, может быть привлечен к уголовной ответственности Но это будет решать суд В 2020-м он создал экстремистский канал города Кировска Подогревал протесты и призывал людей выходить на улицы и нарушать общественный порядок На этом не остановившись, Кировчанин зарегистрировался в недоплане Пирамога Предлагал своим кураторам изготавливать орудия преступления Вступали ли вы в план Пирамога? Да Что вам там предлагали, либо вы что-то предлагали? Расскажите по-моему С кем общались в плане Пирамога? С кем созванивались? Единственного конкретного человека, которого я знал Был электролерчик С ним пообщался пару минут и все Наш псевдогерой также связывался с другими представителями экстремистских организаций От которых он узнал, что даже беглые не доверяют плану Пирамога, в том числе и Азарову В этом году вы писали в такую экстремистскую организацию Билл Пол С какой целью? Что вы там хотели? Я не в потенцию знаю, можно ли доверять плану Пирамога Что вам ответили? Конкретно Азарову ответили, что не стоит И только посмотрите на современного представителя демократических сил Как говорится, беспорядок в голове и беспорядок у себя дома В феврале этого года диванный воин вновь подвергся влиянию деструктивных телеграм-каналов В которых недальновидных белорусов побуждали идти на преступления Устанавливать камеры видеонаблюдения возле входов в избирательные участки При этом западные хозяева обещали полную безопасность и безнаказанность Но получилось, как всегда Участникам так называемого улья И здесь вопрос, кому-то захотелось сладкой жизни Или это просто говорящее название, мол, влип так влип Предлагалось по возможности выполнить еще три задания Например, запомнить хотя бы одного члена избиркома Не привлекая к себе внимания, проследить за ним и вычислить адрес проживания Или всего-то ничего установить скрытую камеру на участке И, мол, зафиксировать выдуманную фальсификацию Действием фигурантов будет дана правовая оценка Белорусов абсолютно не интересует мнение Запада Мы не приглашали наблюдателей ОБСЕ, которые заранее пишут отчеты о выборах В стране аккредитованы почти 4,5 тысячи национальных и 73 международных А игры в прятки больше похожи на шалости людей с душевными расстройствами 2020-й, видимо, отдельным не преподнес урок Любая попытка по дестабилизации ситуации в государстве будет пресечена на корню И мы еще посмотрим, за кем ведется наблюдение и кто будет оглядываться по дороге домой Раз, два, три, четыре, пять, и я иду тебя искать Вкусная и точка Выездная торговля в основной день голосования предложат покупателям акции и скидки Всего разместятся 96 буфетов В них будут представлены широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров Кондитерские изделия, соки и напитки Особое внимание местным производителям На 11 избирательных участках проведут дегустации продукции таких известных брендов, как Красный пищевик, Бобруйский мясокомбинат, Домочай и не только К слову, общественный транспорт в это воскресенье будет ходить по расписанию рабочего дня Убийственное увлечение, бич 21 века и попытки достучаться до современного поколения Молодежная премьера февраля сразу после выпуска новостей Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Увидимся в воскресенье Телеканал Бобруйск 360 покажет специальные эфиры в 11, 15, 17.00 и 20.30 Не пропустите МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА